Девушки отдыхают Это толчок к развитию целой индустрии, которая не только приносит существенный доход государствам, но и одновременно позволяет защитить виды животных, находящиеся под угрозой исчезновения. Изначально большие парки были охотничьими угодьями. Их разбивали богатые землевладельцы, когда количество животных, пригодных для охоты, стало стремительно сокращаться. Дикая Южная Африка. Сафари. Здесь и сегодня продолжают охотиться. Правда, уже не с ружьями, а с фото и видеокамерами. В рамках защитных инициатив правительств африканских стран, такие частные территории получили статус национальных парков. Некоторые из них остались независимыми, как, например, Саби-Сенс, у юго-западной оконечности национального парка Крюгера. Зе Крюгер, как его называют местные жители, в свою очередь является частью безграничного национального парка Лимфопо. Одного из самых крупных национальных парков мира. По словам Майкла Гроувера и службы охраны животных, это идет на пользу и зверям, и людям. Саби-Сенс находится в особом положении. Он граничит с национальным парком Крюгера, что позволяет нам отслеживать пути естественной миграции животных. Виды находятся здесь в максимально привычных для них условиях. Мы не ограничиваем их свободу заборами. Животные используют вложившуюся ситуацию в свою пользу. Возрождаются древние миграционные маршруты, в результате чего происходит смешение популяции удаленных регионов. В Саби-Сенс и на границе национального парка Крюгера преобладают саванны и кустарниковый вельт. Небольшие деревья и кустарник, особенно железное дерево, составляют основу пищевого рациона крупных животных, особенно жирафов и слонов. Сейчас весна, и эти шестиметровые гиганты кочуют от одного дерева к другому, наслаждаясь свежей зеленой листвой. Вейник наземный, в котором многие небольшие животные находят укрытие, растет на открытых пространствах. Жирафы держатся у края кустарникового вельта и саванн. Из-за своего роста им жизненно необходимо большое открытое пространство. У них практически нет врагов. Лишь лев и леопард могут изредка нападать на больных животных. Антилопы гну живут большими стадами. В основном они питаются травой. Сегодня на всей территории Африки насчитывается до 1 миллиона 600 тысяч особей. В Саби-Сенс и парке Крюгера число этих животных относительно невелико. Весной они первыми появляются с молодняком на открытых степях и по краям дорог в буше. Большая редкость увидеть стадо, неподвижно стоящее на одном месте. Как правило, они опасливо срываются с места, едва заметив движение. Это жизненно необходимая предосторожность, так как гну входит в рацион крупных хищников саванн и буша. Гну, разумеется, могут защитить себя. Их мощные рога внушают уважение. Однако только один из пятерых телят доживает до взрослого возраста. Антилоп гнул свои особенности. У каждой особи уникальные признаки. Если применить немного фантазии, можно рассмотреть в них человеческие черты. Еще одна характерная черта гну – их полосатые шкурки. Точнее, полосы, которые тянутся вдоль боков от шеи до самого хвоста. Длинная черная грива покрывает шею до самых лопаток, а с морды свисает борода. Их черные хвосты напоминают лошадиные. Стада гну предпочитают держаться на обширных саваннах. Пастбища обеспечивают их необходимой пищей, и хищники виднее на открытом пространстве. В холке гну достигает 140 сантиметров. У них массивная передняя часть тела, которая переходит в более изящную заднюю. Их вес может достигать 270 килограммов. У них крупные головы и широкие рты. Шерсть, как правило, коричневатая или голубоватая, переходящая в темно-серый. В районе обитания отдельной популяции гну обязательно имеется водоем. Ритм жизни животных зависит от количества водоемов на занимаемой территории. Таким образом обеспечиваются достаточные запасы влаги. В утренние часы или на закате стадо антилоп, как правило, собираются у водоемов. В течение года антилопы качают на большие расстояния по саваннам Африке. В Саби-Сент соседство с национальным парком Крюгера оказалось весьма удобным. Благодаря этому во время сезона размножения обеспечивается приток новой крови в стадо. Субтитры создавал DimaTorzok В парке Крюгера обитают те же самые животные, что и в Саби-Сент. Это позволяет избежать внутривидового скрещивания. Размножение происходит естественным образом, так как животные могут свободно передвигаться по территории парка. У львов тоже появилось потомство. К тому же ужасно любопытное. Однако не только львят заинтересовала камера. Взрослые львицы стремятся проверить, не опасен ли непрошенный гость для их детенышей. Прайд возбужден из-за близости стада антилоп импала с детенышами. Обычно их телята уже через несколько минут после рождения уверенно встают на ноги. Наблюдение за чудесами природы помогает понять, почему так важно сохранить естественную среду обитания животных африканских джунглей и саванн. Однако это невозможно осуществить без жителей прилежащих селений. Вот почему в Саби-Сенс избрали особый путь. Саби-Сенс – частный заповедник, принадлежащий частному владельцу. Несмотря на то, что мы преследуем общую цель – защита дикой природы, все-таки это коммерческое предприятие, направленное на получение некоторой прибыли. Поэтому здесь организованы лагеря для туристов, и их концентрация гораздо выше, чем на территории парка Крюгера. Мы хотим, чтобы Саби-Сенс был жизнеспособным с точки зрения экологии и экономики. Это заповедник, который приносит ощутимую пользу обществу и помогает понять необходимость защиты дикой природы. Сафари, или как здесь их называют, увеселительные поездки, лежат в основе этого подхода. Чтобы полюбоваться красотой природы и ощутить приятное возбуждение от близости к ней, ежегодно в Африку приезжают до сотни тысяч туристов со всего света. Когда видишь животное, пасущееся в непосредственной близости от тебя, или табун, направляющийся на водопой, тебя охватывают непередаваемые ощущения. Увидеть этих животных в непосредственной близости от себя большая редкость. Павианы очень застенчивы и ведут уединенный образ жизни на деревьях или в высокой траве африканских саванн. Животные обитают большими семьями и проявляют характерное социальное поведение. У них тоже появилось потомство. Матери знакомят своих беспечных малышей с окрестностями, в то время как остальные члены семьи заняты своим любимым времяпрепровождением. Поедают траву и растения. Только одно животное не ест со всеми вместе. Он внимательно наблюдает с высокого дерева, чтобы подать знак тревоги в случае опасности. Многие животные пользуются такой услугой. Однако это не относится к зебрам. Их умы во власти весенней лихорадки. После обильного купания этого молодого жеребца ждет целая очереда неудач. Ему не хватает подходящей пары. Мягкий подход, кажется, дает результат. Нетерпеливое подергивание шеи кажется принято выбранной партнершей. Влюбленные мирно удаляются прочь. Другие особи стада, проводив пару, продолжают свои привычные холостяцкие занятия. Едят, пьют и устраивают драки. Удивительное зрелище и для туристов, и для рейнджеров, которые вкупе с большой пятеркой, составляют одно из сильнейших впечатлений, которые могут остаться в памяти сафари в Южной Африке. Это и есть цель владельцев Саби Сенс, чтобы убить одним выстрелом двух зайцев. В парке работают около двух с половиной тысяч человек из местного населения. Таким образом, мы решаем проблему с трудоустройством, даем людям возможность обеспечить семью, и в то же время сохраняем естественную дикую природу региона. Места стоянок для туристов сегодня – это комфортные лагеря, многие из которых имеют рейтинги пять звезд. Например, Читва-Читва в самом сердце Саби Сенс. В гостинице всего восемь комнат, расположенных в отдельных домах. Они гармонично вписались в окружающий ландшафт, как, впрочем, и другие строения. Озеро на территории лагеря привлекает диких животных. Благодаря этому формируются тесные связи между человеком и природой. В таких лагерях туристы знакомятся с природой. Это очень важно, поскольку помогает понять важность сохранения дикой природы. Только когда ты знаешь, что можешь потерять, в тебе возникает желание предотвратить это. В африканских джунглях обитают животные разных размеров. Эти ткачики строят свои гнезда вдоль берегов водоемов. Птицы живут в колониях до тысячи особей, в отличие от других видов. У этого мужские особи отвечают за появление на свет потомства. Сначала они строят гнездо и стараются завлечь самку. Если ей нравится какое-то гнездо, она придает ему чисто женского уюта от себя, откладывает пару яиц и улетает по своим делам. Так природа позаботилась о сохранении вида, так как в количественном отношении самок гораздо меньше самцов. Для африканцев вовсе небольшая пятерка олицетворяет животный мир этого континента. А дикие собаки. Эти редкие животные – прекрасные охотники. Они живут вместе в стаях до 30 особей. Согласно последним данным, на сегодняшний день их осталось не более 3000 в Африке. Необходимые условия для выживания диких собак в саваннах – сведение к нулю факторов, мешающих естественному течению дикой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Существование животных в нашем заповеднике максимально приближено к естественным. Мы не обеспечиваем их кормом, не изымаем и не возим животных, чтобы каким-то образом повлиять на популяцию. Диким собакам нужны обширные охотничьи угодья, площадью до 500 квадратных километров и более. Даже на 20 тысячах квадратных километров национального парка Крюгера обитает всего 115 особей этого вида. Тело африканской дикой собаки достигает длины 90 сантиметров, плюс хвост в среднем 35 сантиметров, высота в холке около 70 сантиметров, а вес в 25 килограммов. Одним словом, это животное по размерам находится между шакалами и волками. Популяция из южной части континента, как правило, крупнее своих восточных сородичей. Так же, как и у других представителей семейства, у диких собак ограничены возможности бокового движения. Это отражается на технике, которую они применяют при охоте. Вследствие этих ограничений, они, в отличие от хищников семейства кошачьих, не способны хватать жертву лапами. Только альфа-самцы и альфа-самки имеют возможность размножаться. Остальные члены стаи не допускаются к спариванию. Молодняк растят всей стаей, сообща. Сражение за положение в стае не происходит. Старые и больные животные до конца своих дней остаются в стае. Африканские дикие собаки обычно охотятся дважды в день. Первая охота выпадает на промежуток с 6 до 8 часов утра, вторая с 5 до 7 часов вечера. Эта стая вышла на охоту во главе с альфа-самцом. Жертву выбирают не по запаху, а зрительно. Как представители псовых, дикие африканские собаки охотятся круглый год, а потому могут преследовать жертву на расстоянии до 5 километров. Во время таких преследований животное может развивать скорость до 55 километров в час. Как только преследуемая жертва начинает уставать, альфа-самец бросается на нее передними лапами. Остальные особи разрывают несчастную жертву на куски заживо. И невозможно понять, который из этих укусов был смертельным. Рейтинг успеха таких охотничьих вылазок стремится к 90%. Среди излюбленных жертв газели, импалы и прочие антилопы, а также бородавочники. С другой стороны, собаки почти никогда не нападают на зебр, опасаясь ударов копы. Однако эти успешные охотники не брезгуют и зайцами, грызунами, птенцами и прочими мелкими животными, которые попадаются на их пути. Субтитры создавал DimaTorzok После успешной охоты первым к трапезе приступает альфа-самец. После него очередь альфа-самки. Как только вожаки насытятся, остальные члены стаи начинают спор за то, что осталось. Будь охотником или добычей. Это основной жизненный сценарий в дикой природе. Рейнджеры Саби Сенс тоже живут по этому принципу. В Саби Сенс мы не носим оружие. Здесь не отстреливают животных, полагаясь, что природа самостоятельно проведет естественный отбор. Хотите, верьте, хотите, нет. Однако эти симпатичные зверьки охотятся на черную мамбу. Мангусы – единственные естественные враги многих ядовитых змей Африки. Если не слишком присматриваться, мангусты напоминают лисиц. В Африке они считаются основными разносчиками бешенства, а потому к ним относятся с особой осторожностью. Длина тела мангуста 27-38 см, с хвостом до 18-28 см. Вес взрослого животного – от 400 до 800 граммов. Однако встречаются и более крупные особи до килограмма. У норы мангустов постоянно царит оживление. Эти круглосуточные зверьки все время находятся в движении. Они докучают насекомым и жукам и исследуют окрестности. Если во время вашего сафари вам посчастливится увидеть мангуста, это непременно внесет хаос в ваше расписание. Но в этом и есть красота джунглей. Здесь ничто нельзя предсказать, ли увидеть животных по заказу. Вот почему каждая сафари становится уникальным событием, которое приносит пользу и туристам, и местной экономике. Эти животные обитали здесь веками. И для экономики региона гораздо выгоднее сохранять природу как можно дольше, чтобы получать стабильную прибыль, чем отстреливать всех животных, получив сиюминутную прибыль. Вот что называют удачной охотой. Нашей команде посчастливилось заметить жирафа. А там, где один жираф, поблизости должны быть еще. Животных сложно различить на фоне джунглей издалека. Они прекрасно адаптировались к окружающему ландшафту. Это очень полезно, так как животным приходится проделывать расстояние по многу километров. Заметные издали, они могли бы стать легкой добычей для леопардов и львов. Во время своих скитаний жирафы питаются листьями растений. Они предпочитают акацию и дерево мапания. Эти растения зарезервированы за ними, потому что, как поется в песне о сладком плоде, только самое высокое животное способно его достать. Взрослые животные достигают высоты 6 метров, а весят почти 2 тонны. Их высота в холке составляет 3,5 метра. Санки, как правило, ниже и легче. Новорожденные жеребята достигают роста полутора метров. Количество позвонков в шее жирафа точно такое же, как у любого другого млекопитающего. Просто по размеру они больше. Длинную шею удерживают особенно сильные сухожилия. Попытки жирафа наклонить шею вниз кажутся очень неуклюжими. Это возможно только за счет сгибания ног. Жирафы подтягивают языком выбранную ветку в рот и, отводя голову назад, освобождают ее от листвы. Язык и губы животного имеют такое строение, что оно не может поранить себя, несмотря на колючие ветки. У этих пятнистых гигантов вполне умеренный аппетит, принимая во внимание их размеры. Одна особь съедает в день не больше 30 килограммов пищи. На это она тратит от 16 до 20 часов своего времени. При этом весь день жирафа в основном делится на сон и еду. Потребность жирафа в жидкости в большей степени удовлетворяется за счет съеденной листвы, поэтому животные неделями могут обходиться без питья. Благодаря этому они прекрасно адаптировались к долгим засушливым периодам, которые регулярно случаются в южноафриканских саваннах. В последние месяцы рейнджеры из Саби-Сенс заметили перемену в поведении львов. Очевидно, здесь происходит передел прав. Мы заметили изменения в динамике существования популяции львов. Они вызваны перемещениями самцов львов из Крюгера в Саби-Сенс и обратно. Это полностью соответствует естественным процессам. Молодые сильные самцы слоняются по территории парка и смещают старых вожаков. Попутно они набирают себе новый гарем, что приводит к смещению территориальных границ отдельных прайдов. Это не может не сказаться на улучшении здоровья популяции. Тем не менее, проблемы со здоровьем животных – не редкость, что совсем неудивительно, учитывая огромные размеры парка, которые повышают вероятность заражения отдельных особей. В парке Крюгера были распространены заболевания, которых не было в Саби-Сенс и наоборот. Таким примером может служить туберкулез крупного рогатого скота, который распространился от популяции буйволов. Постепенно он распространился по всему парку Крюгера. Контролировать эту болезнь невозможно. Однако мы проводим исследования, направленные на изучение возможностей борьбы с ней естественными способами и купирование на одной территории. Тем не менее, мы вряд ли сможем обезопасить Саби-Сенс от нее совсем. Африканский буйвол живет на периферии кустарникового вельда, который является своеобразной границей между бушем и саванной. Взрослые быки достигают в холке до 170 сантиметров, длина туловища вместе с головой – 340 сантиметров, а вес – до 1000 килограммов. Африканские буйволы живут стадами, которые по несколько лет остаются на одной территории, передвигаясь одними и теми же маршрутами. Их охотничьи угодья весьма обширны и, как правило, располагаются вблизи водоема. Иногда стаду приходится проходить большое расстояние от пастбища к месту водопоя. Вне зависимости от режима питания и рациона, буйволы должны пить один-два раза за день. Именно поэтому засухи представляют собой огромную проблему. В основном стадо состоит из самок и телят. Однако на период спаривания к ним присоединяются самцы. Телята появляются на свет после 340-дневной беременности. Детеныши мужского пола могут оставаться в стаде не более двух лет, после чего они должны уйти. Как правило, самки всю жизнь проводят в стаде, в котором появились на свет. Детеныши мужского пола Это не крокодилы, хотя глаза этого животного точно так же светятся в воде, в лучах заходящего солнца. Это гиппопотамы. Эти гиганты обитают в водоемах и прилегающих к ним территориях. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Их постоянное чувство голода представляет собой настоящую угрозу облюбованным ими водоемом Бегемоты, так же как носороги и слоны, в основном питаются растениями Они поедают огромное количество травы, что оказывает сильное влияние на разные территории Эти животные предпочитают болотистые места И если вы посмотрите внимательно, то увидите, что прилегающие к водоему территории уничтожены Это плохо сказывается на экологии Гуща травяного покрова вокруг водоема обратно пропорциональна количеству обитающих там бегемотов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Численность слонов, обитающих на территории парка Крюгера, существенно возросла Это оказывает определенное влияние Не могу сказать однозначно, хорошее или плохое Они, конечно, валяют деревья на своем пути Однако это дает возможность молодым саженцам прорасти Другие животные питаются листьями и плодами поваленных деревьев ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Однако внимание туристов привлекают не только крупные животные Эта леопардовая черепаха Также является частью африканской экосистемы Каждое животное представляет собой кирпич Из которого в конечном итоге и складывается дикая природа Все звери играют важную роль в движущей силе природы Стоит одному звену в этой цепи сломаться, как вся система рухнет И речь идет не только о защите слонов и львов Но даже таких маленьких существ, как навозный жук Которые должны найти свою собственную жизненную нишу Чтобы сложилась более общая большая картина ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наше путешествие продолжается Мы преследуем самого грациозного из африканских хищников Мы обнаружили старый машинный след По которому мы едем сквозь буш Это леопард, которого очень редко случается увидеть во время сафари И на то есть две причины С одной стороны, сами животные стали редким видом С другой, пятнистая краска шкуры леопарда является прекрасным камуфляжем в джунглях Присутствие леопарда на определенной территории Можно обнаружить лишь по оставленным ими следам Для работников лагеря всегда бывает сложно уловить присутствие леопарда Кажется, что между человеком и животным идет данный незримый спор Это свежие следы Леопард должен быть рядом Нам действительно повезло Крупная кошка возникает перед нами из ниоткуда Некоторое время мы крадемся за ней, чтобы сделать кадры Уникальные для трехмерной съемки Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Носороги часто живут в одиночку. Но так же, как и многие другие виды, объединяются в пары во время сезона размножения. Как правило, самцы ведут уединенный территориальный образ жизни. Это одна из таких групп. Она состоит в основном из телят и молодых особей. Лидирующее положение в стадии занимает взрослая самка. Она контролирует жизнь своих сородичей. Большую часть времени животные проводят в поисках пищи. Белые носороги питаются исключительно растениями, которые они срывают своими широкими губами. Взрослый носорог может весить несколько тонн. Как правило, у взрослой особи нет естественных врагов, кроме человека. Однако иногда телята могут стать жертвой больших кошек. Их воинственная внешность обманчива. Как правило, это очень застенчивые мирные животные, которые предпочитают избегать встреч с человеком. Рассказы об агрессивных атаках носорогов, как правило, сильно преувеличены. В случае нападения носорога на человека, он сам ставит себя под удар. С другой стороны, это в самом деле очень опасное животное. В парках известно, что защитить носорога от вымирания очень сложно. Однако всем понятно и то, что если мы хотим добиться успеха в этом направлении, нужно пересмотреть подход. Существует принципиальная разница в подходе. Средства, вырученные от смерти носорога, уходят в карман одного человека. А вот средства, полученные от живого носорога, которые, кстати, в разы превышают личный доход в первом случае, помогут большему числу людей. Посмотрите, сколько желающих приехать в Африку, поучаствовать в сафари, увидеть этих животных в естественных условиях живыми. Туристы платят деньги, чтобы добраться сюда. Они тратят средства уже здесь, в Африке. И это уже более ценные средства, чем единоличный доход. Мертвый носорог с жалкими грошами против живых, приносящих гораздо больший доход. Типичный тур длится три дня. А теперь посчитайте, сколько человек побывает здесь за 10 лет. И каждый из них обеспечит приток средств в наши страны, а также обеспечит рабочие места местным жителям. Так что ценность живого носорога перед мертвым просто абсолютно несоизмерима. Африка завораживает любого, кто попал сюда. Многие туристы говорят о том, что побывав там, они пересмотрели основы собственного существования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Истинная природа и свободная игра жизни заставляют задуматься, потому что Африка меняет людей. Автор сценария и режиссер Норберт Вандер. Операторы Карл Фингбайнер и Томас Освальд. Продолжение следует...